Небольшую опухоль на шее, лице и других частях тела по-научному называют эпидермоидной кистой. Это довольно распространенная проблема, которая на первых порах мало беспокоит пациентов и доставляет лишь эстетический дискомфорт. Что же представляет собой эта киста? Опасна ли она? И как от нее избавиться, ты узнаешь в этом видео. Поехали! Подобные кисты могут возникнуть у всех лиц, достигших полового созревания. Врачи отмечают тот факт, что чаще всего эпидермоидная киста возникает у тех, кто когда-то страдал или продолжает страдать от акне. Возникает вследствие образования в толще дермы замкнутой полости, которая состоит из эпидермиса, либо из эпителия фолликулов. Полость заполнена роговыми массами и продукцией сальных желез. Даже если киста не доставляет вам никаких неудобств, обязательно рекомендуется проконсультироваться с врачом. Поскольку иногда из кисты могут развиваться определенные виды рака кожи. Эпидермоидная киста обычно имеет круглую или овальную форму. Цвет варьируется от белого до желтого разной степени насыщенности, в зависимости от природного цветотипа пациента. В размерах киста редко превышает 2 сантиметра. В некоторых случаях в кисте имеется отверстие, через которое при нажатии может выделиться ее содержимое. Однако не рекомендуется этого делать во избежание инфицирования. Сама по себе киста не опасна как таковая. Риск возрастает тогда, когда в нее попадает инфекция или она начинает внезапно расти по тем или иным причинам. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. Если эпидермоидная киста в целом не доставляет вам никаких неудобств, а врач не высказал необходимости срочно ее удалять, вы можете попробовать избавиться от нее народными средствами. Важно! Перед их применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Яблочный уксус. На протяжении недели каждый день накладывайте на кисту ватку, смоченную яблочным уксусом. Закрепите ватку лейкопластырем. Желательно делать процедуру на ночь, а утром снимать повязку и обрабатывать кисту антисептиком. Через неделю верхний слой кожи начнет отходить от кисты. Его необходимо аккуратно удалить и тщательно обработать кожу антисептиком. Листья одуванчика. Смешайте 1 столовую ложку сушеных листьев одуванчика и 1 столовую ложку листьев фиалки. Прокипятите смесь 45 минут и остудите. Выпивайте несколько глотков отвара 4 раза в день в течение 10 дней. Также можно смазывать кисту полученным отваром. Алоэ вера. Это растение славится воздействием, которое оно оказывает на кожу. Срежьте лист алоэ. Промойте его водой и выдавите немного сока. Полученной массой смазывайте кисту. Также полезно употреблять сок алоэ внутрь. Молоко. Опустите чайный пакетик на несколько минут в молоко. Аккуратно отожмите его и приложите на ночь к пораженной области. Проделывайте процедуру 7 дней подряд. Киста заметно уменьшится в размере или вовсе перестанет вас беспокоить. Кастровое масло. Смочите ватный диск кастровым маслом и приложите его к пораженной области. Накройте горячим полотенцем и оставьте повязку на ночь. Регулярное выполнение этой процедуры приведет к скорейшему выздоровлению. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok